Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ и сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой машине как Чаффи, эта машина у нас стоит на втором ранге с боевым рейтингом 3.7 и давайте рассуждать получила она его заслуженно или нет, ну прежде всего хотелось бы сказать что Чаффи это танк легкий и пришел на замену таким танкам как М5 Стюарт и разумеется должен был выполнять задачи разведки и уничтожения танков легкобронированных противника, таких как на тот момент ПЦ-3 и ПЦ-4, так как 37 мм орудие уже не особо справлялось с этими задачами, то в танк было принято решение оснастить 75 или 76 мм орудием, в результате остановились на такой же пушке как и у Шермана, то есть на пушке М3 75 мм и собственно у нас она идентична Шерману М4 или М4А1, то есть мы имеем здесь абсолютно ту же пушку, тот же калибр, ту же мощь как и у Шермана, но с подвижностью легкого танка и к чему это у нас все привело? Ну во-первых хотелось бы отметить что танк у нас довольно подвижный, хотя большое количество оборотов и передач как-то отрицательно сказалось на его разгоне и в реалистичных боях танк себя чувствует, возможно у меня плохо прокачан навык вождения, у экипажа могу это признаю, да у меня не очень сильно прокачан данный экипаж и машина едет в принципе шустро, но на поворотах или даже если вам надо хотя бы чуть-чуть отклониться с траектории, то все, пиши пропало, просто невозможно этим заняться, ибо просто берет машина и сразу же теряет всю свою скорость, сливает буквально в ноль. Но переходя к орудию, стоит отметить что это все та же читерская пушка как и у Шермана, да перезарядка у нее несколько долгая, порядка 8-9 секунд в зависимости от вашего экипажа и это не сказать чтобы быстро для легкого танка, поэтому здесь скорее всего придется использовать такую более крысо-читерскую тактику, ибо скорость позволяет занять какую-то позицию и оттуда уже можно настреливать. Допустим сейчас я подъехал к точке, но на саму точку заезжать не стал, встал чуть правее и противник который выезжал к точке, я ему напихивал просто в борт. Благо топовые снаряды я уже вкачал к этому моменту, ибо стоковые мы не должны рассматривать, они у нас не каморные, имеются фугасы, но они тоже довольно бесполезны. Итак, берем топовые снаряды и выезжаем в бой всех нагибать, но боже мой, почему мы не можем нормально нанести урон иногда? А все потому что у нас чувствительность взрывателя 40 миллиметров и легкобронированные цели, да даже иногда танки бывает прошивает насквозь и не взрывается снаряд, но это уже конечно же очень легкобронированная техника. Допустим тот же МТ Стюарт в борт, когда мы с ним попали, было у меня такое, просто насквозь снаряд его проходил. Да и вот сейчас тоже смотрите на ПЗ-2, вроде бы сейчас будет по нему выстрел, но снаряд просто пройдет его насквозь, прошьет и не взорвется внутри, просто потому что он не успевает взвестись. Но как я уже и сказал, если снаряд взводится, то он каморный и наносит довольно серьезные повреждения. 75 миллиметровое орудие на втором ранге это вполне себе годная пушка. Пробитие у нас кстати более-менее в достатке, конечно с такими тяжело бронированными монстрами как КВ нам тягаться совершенно не стоит, ибо они нас смогут легко убить с одной подачи, так как брони у этого танка вообще нету, максимальная 25 миллиметров и какие бы тут ни были углы наклона, все равно чаффи пробивают. Да, бывают конечно рикошеты, но это скорее чудо, чем на самом деле какая-то панацея и защита от вражеских снарядов, так что лучше вам не подставляться. Ну вот лично я тоже на нем не подставляюсь, по крайней мере стараюсь и оставлюсь более-менее живым. Но в любом случае вас могут даже наверное прошить с пулемета, с крупнокалиберного браунинга в упор бронебойными пулями. Если уж и не в лоб, то хотя бы в корму или в борт. А это уже очень неприятно. Так что даже зениток опасайтесь, ибо они наверное будут даже опаснее чем танки, ибо скорострельность у них высокая, а пробивать они вас будут. Итак, переходя обратно к орудию. Можно отметить, что орудие здесь на самом деле очень даже замечательное. Как вы можете заметить в этом бою ПЗ-3 и ПЦ-4 выносится очень легко, потому что у нас есть взрывчатое вещество внутри снаряда, и компоновка их внутренних модулей позволяет нам их буквально, ну если не ваншотить, то очень серьезно с одного выстрела выносить им все, раскритовывать. И это одно из несомненно преимуществ Чаффика, так что надо пользоваться им и пользоваться нашей скоростью. Этот танк далеко не для лобовых столкновений, наоборот, он предназначен только для фланговых обходов и для каких-то заездов во фланг. Благо, если нам скорость позволяет почему бы этим не воспользоваться. А наше мощное орудие, да не побоюсь этого слова, для легкого танка оно на самом деле очень хорошее, оно нам позволяет даже пробивать КВ, если сблизи, то прямо в упор мы сможем ее пробивать. Однако следует помнить, что один на один лучше с танками противника не пересекаться, особенно это касается зениток, которые на вас уже сведены, ибо они вас смогут быстро и очень болезненно побить. Ну и вы будете немножко умирать, матерясь на весь белый свет. Ну или не матерясь, тут уже зависит от того, какой вы человек. Ну вот, вот такой вот у нас танк Чаффи, быстрый, с хорошим орудием, но совершенно не имеющий брони. Кому нравится такой геймплей, то это просто маст хэв, ну а кому нет, ищите что-нибудь другое. А с вами был Крюгэ ТВ, всем пока-пока, увидимся на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok